Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы быстренько пройтись по биполярному расстройству. Я решил сделать такой перезалив видео, да, и немножечко с вами обсудить вот это вот самое биполярное расстройство. В чем же такая вот биполярность, да, вот эта вот приставочка B, что по-английски значит 2. 2. Суть в чем? Суть в том, что если по-простому объяснять это заболевание, то, соответственно, важно выделить вот эти вот так называемые гипоманиакальные и маниакальные фазы, или если совсем проще там говорить, кто-то говорит, что фаза депрессии, маниакальная фаза, и еще проще я для пациентов говорю, что из разряда, ну, фаза, когда гипоактивность и гиперактивность психики, да, то есть психика сильно работает, или психика очень слабо работает. Вот это если объяснять не научно, неправильно, но как-то более, да, отчего, чтобы для людей вот без этих терминов было понятно, да. А к терминологии мы сейчас еще подойдем. Значит, что очень интересно, я сегодня буду еще говорить с позиции врача, в первую очередь, эндокринолога о биполярном расстройстве, да, потому что, конечно, в свое время я очень плотно работал с врачом-психиатром, да, вот у нас столы прям друг напротив друга сидели, мы сидели и принимали людей, и это было очень продуктивно в этом плане, потому что, конечно же, многие психиатрические расстройства, они идут вкупе с эндокринными расстройствами. Эндокринная система очень сильно контролирует поведение человека. К сожалению, на данный момент нет точных клинических данных, что если, допустим, у вас там шизофрения, то это 100% вот эти, вот эти гормоны, сейчас мы там назначим вам терапию и все вылечим. Но, тем не менее, какие-то клинические данные есть, и, соответственно, если мы используем эти знания, да, эндокринной системы, то какие-то заболевания мы можем, если уж не вылечить, то хотя бы облегчить их течение, облегчить их острые фазы, да. Ну и сейчас для тех, кто, соответственно, не знает, что такое биполярное расстройство, я вам немножечко зачитаю определение, я такую как подсказочку для себя, шпаргалочку взял, ну и сам даже немножко освежил, так скажем, знания в плане определения. Значит, есть так называемый первый тип, различается он, соответственно, присутствием одного так называемого острого периода, да, и маниакальный период в первом типе длится у нас длительно, да, то есть фаз депрессии идет длительно. И вообще вот во всех этих типах, подтипах биполярного расстройства, в принципе, речь идет о том, что длина разная у стадии гипостадии или гиперстадии, разные вот эти вот длины, да, которые сменяют друг друга, как правило, это является индивидуальным таким даже маркером длина этих стадий каждого пациента, да. Второй тип у нас биполярного расстройства – это депрессии, да, которые у нас становятся такими достаточно длительными, да, то есть до этого в первом типе у нас был острый маниакальный период, да, а здесь наоборот присутствует депрессия, длительная депрессия, длительный гипо-как бы период, да, когда человек находится в подавленном состоянии, вот. И есть еще так называемый третий тип, то есть, смотрите, первый тип еще раз, много у нас маниакального периода, да, маниакального периода, мало депрессии. Второй тип – много депрессии, мало маниакального периода. Третий тип – примерно, да, в одинаковой пропорции, но часто. Одно сменяет другое, одно сменяет другое. Вот из этого состоит основное определение биполярного расстройства, дорогие друзья. И, в общем-то, что хотелось бы сказать о том, какие еще виды, подвиды бывают биполярных расстройств, очень много информации на ютубе. Если вам интересно, мы будем говорить об этом много, но на случай, если это видео будет не таким популярным, но все же кому-то пригодится, да, я решил все-таки больше по эндокринной части здесь оговориться. Как говорится, чем характерно это заболевание? Тем, что когда у нас начинаются нарушения эндокринные, мы начинаем применять какие-либо препараты, да, допустим, экзогенов тестостерона, контрацептивы, да, вот эти вот койки женские. Потом, соответственно, мы не отслеживаем наш гормональный уровень, да, но имеем какие-то субклинические гипо- или гипертиреозы, о которых я уже рассказывал на канале. Вот все вот эти вещи, многие проблемы с кортизолом, мужскими и женскими половыми гормонами, могут провоцировать вот эти две стороны медали. Это либо депрессивную фазу, либо, соответственно, фазу, которая маниакальная, да, гипер, так называемую, фазу. И в чем суть? Понимаете, контроль гормонов позволяет стабилизировать состояние пациента. Поэтому, если, соответственно, вам интересно лечение биполярного расстройства, если вы хотите облегчить длительность данных периодов, то в любом случае вам нужно вкупе с лечением непосредственным наблюдением у врача-психиатра, психотерапевта наблюдаться у врача-эндокринолога. Как-то вот так, дорогие друзья, спрашивайте, что интересно. Если вам интересна данная тема, мы поговорим больше о гормонах, которые, соответственно, могут провоцировать экипа, мании, какие-то или гипос, маниакальные состояния, или там состояние депрессии, или гипер-маниакальные состояния. Ну, в общем, все вот эти интересные вещи. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья!